ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, начинаем наш разговор. Здравствуйте, Павел и Денис. Здравствуйте. Вообще, скажите, пожалуйста, вот по вашим ощущениям, для кого этот форум, кого он собирает и для чего? Какое основное предназначение? Я всегда говорю, что это сливки. Приезжают сливки молодежи Приворска, Федеральный округ. Они на самом деле выделяются. Не знаю, хорошо это или плохо, но то, что люди с инициативой, то, что люди с энтузиазмом приезжают, это очень здорово. И они все в одном месте. Ну, наверное, это хорошо, да. Вот, Павел, вы будете возглавлять такую смену, секцию, да, политика, очень серьезная. Там действительно такой серьезный настрой? Или есть моменты, которые людей расслабляют, открывают какие-то, подталкивают к инициативе, к творчеству, к каким-то вот таким моментам веселым, более веселым? Стука серьезная, поэтому, естественно, и у ребят, которые, несмотря на то, что они молодые, приезжают туда, и настрой у них соответствующий. Как бы они готовы на все ради того, чтобы добиться своей цели. Серьезный. То есть настрой серьезный на самом деле. Это не развлекательное мероприятие, как может показаться со стороны, да, и особенно вот ваша смена. В общем-то, настрой серьезный. Понятно. Этот форум проводится уже третий раз, насколько я знаю. Вы уже третий раз будете в нем участвовать или нет? Первый или второй? Я в третий раз уже. Денис у нас старожил, как руководитель смены. А я с 2014 года возглавляю смену, но в 2013 году был экспертом на другой смене. А что меняется от года к году, от одного форума к другому? Вот что появляется нового? Ну, в первую очередь, это, естественно, уровень организации форума. Он с каждым годом растет, что не может нас не радовать. Каждый год растет качественное его наполнение. Появляются новые эксперты все более высокого уровня и класса. Поэтому у молодых людей, которые к нам приезжают, появляются все новые и новые возможности пообщаться с интересными людьми и узнать что-то для себя новое. Понятно. Но уже статус международного, да, у форума? По-моему, в том году были китайцы. Вы общались с ними, да? Вот интересно пообщаться? Это было очень много, 140 человек. Да, а в этом году что? Кто статус международного поддержит? Какие страны? Китай, Аргентина, Швейцария. Возможно, Германия нас посетит, возможно, пока еще. А в ваших сменах будут иностранцы или нет? Или они в каких-то других будут участвовать? У нас отдельная смена действует для наших зарубежных гостей. То есть они по своей индивидуальной программе занимаются, получают тоже определенные тренинговые курсы. А зачем они нам нужны? Но при этом они, на самом деле, посещают тоже, заглядывают, видите? А вот вы планируете чему-то научиться у них, что-то взять или нет? Вот чем они нам интересны? Это очень важно. На самом деле, очень чувствовать нужно какие-то направления деятельности. Я вот не знаю, как в политике, как бы, Паша, ответьте, но вот в информационной сфере вот три года руководитель смены, каждый год новые направления. Кардинально противоположные от предыдущих. Это очень чувствуется. В том числе, когда приезжают гости из других стран, у них совершенно другое видение информационной сферы. Очень важно общаться, очень важно слышать. У нас запланирован, скажем, если по смене политика говорить, запланирован круглый стол с представителями всех приезжающих к нам государств на тему поддержки молодежи и опыта поддержки этой молодежи со стороны государства. То есть мы поделимся тем, что есть у нас, а они нам расскажут, как поддерживать молодежь в других странах. Да. Но мы идем приблизительно одинаково вот с китайскими, например, специалистами вот в сфере медиа, как вам кажется? Или все-таки... Сложный вопрос. Тут, на самом деле, совершенно разные условия. У них же свои социальные сети с учетом политики местного уровня. У них очень, ну, скажем так, закрыто для внешней среды. И сложно оценить, много ли не в ногу. Но то, что ребята из Китая увлечены и они очень хорошо разбираются, ну, как, собственно говоря, и наши ребята, это радует и во многом были точки соприкосновения. Чем сегодня будете удивлять в этом году, Денис? Ох, спикерами. Будем удивлять спикерами, будем удивлять проектами. Что самое главное, на самом деле, дело даже не в самих спикерах. Важно, чтобы ребята, они же приезжают с проектами, они могли защитить свою идею. Большинство ребят приезжают, они то ли боятся, то ли стесняются и не готовы защищать свой проект. И вот здесь мы уже с нашим опытом первые дни посвящаем именно обучению самопрезентации, обучению ораторским каким-то искусством, умению презентовать свой проект. Это очень важно вот в первые два дня показать. А какие вообще проекты? Вы ждете каких проектов? Да какие темы? Какая тематика? Или что? Что? Вот медиа... Волна. Вот медиа проекты. Что это за проекты? Вот как понять? Абсолютно разные. Какие направления? Мы не говорим, что это молодые журналисты. Это не связи сообщественной. Это могут абсолютно разные. Очень много медиков, самые интересные, приезжают. Студентов медицинского университета. Культуры. Очень много различных проектов. Но в большинстве случаев, вот сейчас, по крайней мере, в 2015 году среди молодежи, это так называемое создание видеоподкастов, продакшн, всевозможные видео, продвижение. Вот что-то связанное с краткометражным каким-то материалом, который можно сделать, так как сейчас у каждого есть определенный набор, ноутбук, смартфон. То есть это не проблема смонтировать. А в чем состоит вообще конкурсная составляющая? Вот они привозят проекты и экспертный состав, комиссия будет выбирать лучшие, да? Получается так? В целом на каждой смене есть свой конвейер. На каждой смене действует свой конвейер проектов, он называется, мы его называем, внутрирегиональный. То есть каждая смена представляет пул экспертов, которые ведут оценку проектов на протяжении определенного количества времени. После этого отбирается тридцатка лучших, они проходят на так называемый федеральный этап. Там уже подключаются люди с уровня федерального, то есть эксперты федерального значения. И продолжается отбор проектов, они их точно так же дорабатывают, защищают. В результате мы получаем на выходе десять уже, так скажем, лидеров проектов, и потом между ними идет уже борьба за призовые места и за грантовый фонд. Это вот в полиции. Чтобы поделиться, мы в этом году придумали интересную изюминку нашей смены. Мы хотим, чтобы сами участники выбрали победителей. Потому что одно дело, когда есть эксперты, у них субъективное восприятие, но мы в первую очередь ориентируемся на молодежь. И все проекты, они ориентированы для молодежи. Пусть сама молодежь выслушает презентацию этих проектов, проголосует, и уже будет понимание, кто первое, второе, третье место. Понятное дело, что мы, скорее всего, разделим оценки и экспертной будет оценкой, и зрительской, но при этом мы получим некий средний балл. Да, так как вы представляете такую медиаструктуру, снимать вы все это будете? Вот как-то. И снимаем, и транслируем онлайн. И транслировать тоже, да? И даже у нас будет... Кто не сможет попасть, допустим, это можно будет как-то вот онлайн посмотреть? Ну, непосредственно все занятия мы онлайн не выкладываем, именно вот в онлайн, но мы выкладываем после форума. Это вот первый момент. Второй момент, у нас будет в этом году так называемый рекорд Гиннса, 21 июня. Вы уверены, что будет уже, да? Точно, будет. 21 июня в 10.00 мы стартуем, и будет онлайн-трансляция. Вот здесь-то как раз любой желающий к нам может присоединиться, но здесь не будет именно образовательных каких-то моментов, здесь будет именно обзор происходящего на форуме. А в чем рекорд-то сам? Почему вы претендуете на рекорд Гиннса? Он в чем будет заключаться? Мы изучили, все очень просто, мы изучили опыт Гиннса мирового и выяснили, что никто не вел такой репортаж, новостной репортаж из подобных лагерей. И, собственно говоря, мы выбрали тему 2015 минут, что составит более 30 часов. Ну и вот мы начинаем 21 июня. Вы ждете профессионалов. Кто будут эти профессионалы и чему смогут научиться вот участники вашей смены? Ну здесь и самарские наши спикеры. Здесь много московских, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Различные направления. Это пиар компании, это и крупные холдинги самарские. Если говорить про Москву, то у нас приезжают, например, специалисты из компании «Рамблер», специалисты из компании «Пиар-продвижения» всевозможных на федеральном уровне госкомпании. То есть здесь люди первой величины. Люди, которые смогут рассказать, как выстраивается работа и на что обратить внимание. А у политиков чему может поучиться современная молодежь, Павел? Вот вы на что делаете ставки? Вот чего они ждут от политиков? Ну, в первую очередь, это опыт. Что можно снять вот с этих вот фигур. Это опыт, ну опять же, учитывая, что мы про выборы будем разговаривать в этом году, то это опыт проведения компаний выборных, опыт проведения каких-то общественно значимых проектов и реализации их. Ну на самом деле масса всего. А в чем специфика участия молодежи в выборах? Потому что все мы знаем, что избиратели ценят в кандидате опыт жизненный, опыт работы в разных сферах, в хозяйственной, наверное, в приоритете. Молодой человек, когда участвует в выборной кампании, казалось бы, у него нет никаких шансов вообще. Если он дружится с информационщиками, то шансы появляются. Это за счет какой-то там рекламы. А вообще вот специфика в чем? Ну на самом деле, вы правильно сказали, молодежь не всегда воспринимают должным образом, но как опыт опять же показывает, очень много молодых людей не только в Самаре, но и по всей стране, которые своим желанием, своими делами, они доказали и показали, что молодежь это реальная сила, которая может влиять на процессы, происходящие. В Московской городской доме есть примеры, да, когда избирались вот они по районам, там и вышли несколько молодых людей, они, собственно, довольно активно себя проявляют. Вот в Челябинске, к слову, в городе, в котором сейчас реформа местного самоуправления аналогична, как и в Самаре, она уже там год у них существует, там тоже есть примеры, когда молодые люди успешно вели свои избирательные кампании и, казалось бы, делали невозможное. А конкретно вы ставите какие-то вот уже цели, задачи на ближайшее будущее? В каких выборных кампаниях будет участвовать молодежь? Ну, у нас по всему Приворскому федеральному округу в ближайшие 2-3 года будут проходить различного уровня кампании, поэтому если те ребята, которые к нам приедут в результате, либо как кандидаты, либо как участники штабов, либо как просто активные люди, которые участвуют в этом движении, поучаствуют, это уже будет определенный плюс, это для них опыт в первую очередь, ну и впоследствии они смогут его как-то трансформировать уже в свои какие-то успехи. То есть вы сказали, не только кандидаты, вы не только формируете кандидатов, но еще есть и внутренняя сторона выборов, можно стать там в избирательном штабе или вот, которые смотрят за всем, да, как проводятся выборы. Наблюдатели, да. У нас будет лекция большая, приедут наши гости из Центральной избирательной комиссии, то есть они будут непосредственно процесс выборный с юридической точки зрения рассматривать и делиться своим опытом. Также у нас в Самарской области не так давно была создана молодежная избирательная комиссия, и молодые ребята, которые в нее вошли, также примут участие и как участники, и как избирательная комиссия, потому что они там будут у нас выборы проводить определенные, пока секретов раскрывать не буду. Понятно. Но вообще какие, вообще зачем, почему молодежь интересуется политикой, зачем политика молодежи, вот на что они делают ставки, вот это хочется понять, чтобы потом вникнуть, врасти в эту сферу, внедриться и идти дальше, да, вот создается такое впечатление. Вы знаете, наверное, молодежь, она зачастую таким протестным является движением. Ну, молодежь, она немножечко... Ну, не всегда, наверное, все это протестит. Ну, да, даже не с точки зрения... Она заевольна в большей степени. Они, молодые люди, хотят что-то свое привнести. Они более инициативные, да. Свою инициативу. Инициативу. И именно для этого как раз политика, она привлекательна, потому что они могут продвигать свои какие-то идеи, инициативу. Новое видение, свое именно видение, да. А какие тренды вот в медиа, волне, в медиа, да, волне сегодня? Что представляют, какие проекты? Здесь неожиданно в этом году появились радио. Хотя почему-то считается, что газеты и радио уже, скажем так, умирающие средства информации, но неожиданно в этом году, ну, там, даже больше, там, 15-20 проектов представлены студенческое радио. Это либо возрастное радио, либо это какой-то интернет-радио. И очень, кстати, интересные проекты для изучения. Да, интересно. А вообще сегодня молодежь, получается, не смотрит телевизор, да, вот из ваших слов? Ну, в большинстве своем так и есть. Они привыкли получать информацию из разных абсолютно источников, и в первую очередь, конечно, из интернета, и там, возможно, в социальных сетях, но в большей степени они сейчас, ну, если мы говорим про активную сферу информационную, молодежную, они готовы сами инициировать эти новости, создавать какие-то моменты. И вот, наверное, еще такая тенденция, даже вот по Самаре видно, что в институтах возникают свои такие телевизионные студии. Вот чем это обосновано, такое вот увлечение молодежи студенческой, именно вот такими вот телевизионными проектами? Ну, и будут, наверное, такие участники представлять, да, вот студенческие телевизионные студии? ГОСТ-ТВ будет представлен, вот Самарские наши ребята, АСАМГУПС-ТВ, ну, там другие направления, Политех-ТВ. Да, вот Политех-ТВ активный. Здесь в большей степени и поддержка администрации ВУЗа, здесь в большей степени и инициатива, что, ну, что-то новое открыть у себя в ВУЗе и попробовать свои силы. И, как правило, самое интересное, открываются подобные телекомпании, так сказать, в технических ВУЗах, где нет гуманитариев так таковых. ГОСА – это исключение, но там есть специальная журналистика, но в других ВУЗах они, по сути дела, сами тренируются. ГОСА – Да, понятно. А вообще, вот ваши, кстати, смены две, медиаволна и политика, вообще в жизни политика и вот информационное сообщество, они как-то тесно очень переплетаются. Вы чувствуете вот какую-то вашу точку соприкосновения? ГОСА – Мы уже не первый год сотрудничаем, да, у нас приезжают общие вип-гости, которые могут рассказать и о политике, и о том, как преподнести какую-то новость, в том числе и для политиков. ГОСА – И при этом они информационно активны в тех же социальных сетях. ГОСА – То есть это медийные люди, как правило. ГОСА – Умеют общаться с людьми. ГОСА – Да, да, потому что, да, вот эти две сферы именно вот в последнее время очень сильно переплетаются, и друг без друга вообще не могут. ГОСА – Ну, даже больше скажем. У нас девять смен же в этом году, и мы тут недавно подумали, что и ты предприниматель к нам подходит, потому что без денег сейчас сложно, но добровольчество само собой, мы все патриоты смены, я патриот, ну и многие другие. ГОСА – То есть переплетение происходит. ГОСА – И самые интересные спикеры, которые приезжают из Москвы, как правило, выступают и на одной смене, и на второй смене. ГОСА – Ну, с разными темами, конечно же, но они делятся своим опытом. ГОСА – Да, лично вы какие бы смены, секции хотели бы посетить в этом году? Что вам интересно? Куда вот вы заглянете? ГОСА – Я, наверное… ГОСА – Кто вам интересен? ГОСА – Как любитель техники посетил бы инновации и техническое творчество. ГОСА – Я думаю, там будет очень много интересного. ГОСА – Плюс ко всему у нас будет работать выставка инноваций, на которой можно будет пощупать какие-то разработки наших молодых, что очень радостно ученых. ГОСА – Поэтому я бы, наверное, выбрал инновации. ГОСА – А вы, Денис, что? ГОСА – Я бы «Арт-квадрат» посетил. ГОСА – Вот мне… ГОСА – Расшифруйте нам. ГОСА – Культурный бум, творчество. ГОСА – Это связано, ну, соответственно, с различными направлениями. ГОСА – Здесь и театр, и музыка, и кино, и многие-многие другие. ГОСА – Просто в этом году у них интересные задумки, касающиеся… ГОСА – Они оперу будут делать, они будут спектакли ставить, и очень много интересный, нестандартный подход. ГОСА – Искусство в массы будут нести, так скажем. ГОСА – И здесь интересно посмотреть, как это будет твориться. ГОСА – Ну, вообще, на творческих личностей, да, интересно увидеться, вот те люди, которые вот все это предлагают. ГОСА – Знаете, мы сегодня были уже на Поляне, на Мастерковских озерах, и культурный бум выделяется. ГОСА – Они у них, значит, своеобразный цвет волос, они, значит, своеобразно одеты. ГОСА – Не зря бум, да, назвали? ГОСА – Ну, их видно, творческие люди, значит, на Поляне. ГОСА – А вообще, насколько вот готова сегодня Поляна принять всех, кого вы ждете, кто может стать гостем? ГОСА – Потому что участники, наверное, заранее заявляют о себе, готовят проекты, там, как-то они отбираются. ГОСА – А вообще, кто сможет стать зрителем, так скажем? Есть такие? Или нет? ГОСА – Или вот там принимают участие только те, кто вот с проектами привозят, показывают и уезжают? ГОСА – Да, мы объявляем набор заблаговременно до начала форума, и у участников есть порядка двух месяцев. ГОСА – Да, чтобы, во-первых, какую-то идею сформировать, выбрать направление, на которое было бы интересно поехать, и, собственно говоря, подать заявку, после чего происходит процедура отбора по проектам тех людей, которые их подали. ГОСА – И в результате формируются уже списки участников, которые, так называемые счастливчики, которые приезжают и получают вот эти вот уникальные знания. ГОСА – То есть получается, что это такое камерное мероприятие только для тех, кто привозит проекты, и они друг к другу ходят, слушают, посещают эти вот семинары? ГОСА – Ну, вообще проблематично вот просто взять и приехать. ГОСА – Проблематично? ГОСА – Проблематично. ГОСА – То есть такой цели задачи не ставится у форума? ГОСА – Здесь в первую очередь рассчитываем на тех ребят, которые проявили уже заранее инициативу, они уже заранее знают, зачем они туда едут. ГОСА – Это не просто люди, которые пришли поглазеть или посмотреть на интересных личностей. ГОСА – Да, вот это такая интересная деталь, потому что, мне кажется, у каждого такого публичного большого мероприятия есть цель заманить к себе как можно больше свидетелей. ГОСА – В этом году более 6 тысяч заявок поступило на форум, и в итоге 6 тысяч, и 6 тысяч, 2 тысяч только едут на форум. ГОСА – И все-таки хотелось бы уточнить. ГОСА – Ради чего? Уже здесь прозвучало грантовый фонд, да, существует. Вот какие гранты ради чего? Какое материальное поощрение, еще какое-то там моральное, еще что-то, возможность куда-то продвинуться в другие сферы, выдвинуться, показать себя. Что, ради чего вот они участвуют? ГОСА – Ну, в первую очередь, как вы сказали, грантовый фонд – это 150, 200 и 300 тысяч в зависимости от места, который занимается. ГОСА – У победителей, да? ГОСА – Эти деньги, они идут на реализацию проекта. То есть молодые люди пишут определенную смету. ГОСА – В результате, на которую они получают эти деньги. ГОСА – Это для некоторых даже, как сегодня было сказано на Поляне, больший мотиватор – это возможность поехать на космодром Байконур и посмотреть на запуск ракеты. ГОСА – А, это тоже приз своеобразный, да? ГОСА – Это тоже один из призов, да. ГОСА – Да. И, безусловно, для тех, кто, скажем, не получил какие-то материальные поощрения, они получают всестороннюю поддержку на уровне своих регионов по приезду. ГОСА – Потому что есть федеральные же структуры, которые тоже проявляют интерес и участие. Вот от федеральных таких структур чего ждать можно? Что-то есть? Какая-то поддержка или нет? Для победителей? ГОСА – Здесь на местах, в регионах свои федеральные структуры, которые поддерживают. Либо это предприятия крупные региональные, либо еще различные. Здесь больше нужно исходить из региона. Но я просто еще добавлю, что помимо финансового конкурса, здесь безумно важно для молодежи, что они приезжают в одно место, опять же, и они получают консультации по своему проекту. Даже если он не получает финансирование, возвращаясь к себе в регион, в большинстве своем, он будет продолжать работу по проекту и сможет найти финансированную у себя там. ГОСА – И помимо всего прочего, они общаются в среде таких же активных, молодых и целеустремленных, и тем самым тоже извлекают из этого определенные дивиденды свои. Они, может быть, где-то там свой проект могут переписать, пообщавшись с товарищем из другого региона и поняв, что где-то все-таки они были неправы и можно что-то изменить. ГОСА – А как правило, в первый же день переписываются почти 90% проектов, с которыми приезжают ребята. ГОСА – Да, понятно. Расскажите о вашем самом ярком впечатлении, которое произошло на прошлом форуме. Вот что вам запомнилось? ГОСА – Потому что вот, мне кажется… ГОСА – Давай, Паша, скажем наш. ГОСА – Эффект в впечатлениях и заключается, наверное, от всех. Это вот какие остальные? ГОСА – Не знаю, как Паша, но… ГОСА – Многое, конечно, нельзя рассказывать, да, но… ГОСА – Денис, я поделюсь. ГОСА – Да. ГОСА – Не знаю, мне в прошлом году очень понравилось выступление Дмитрия Игоревича Азарова, потому что человек великолепно работал с аудиторией, очень грамотно. ГОСА – Вот политика можно поучиться, да? ГОСА – Да, да. ГОСА – Человек активен и в социальных сетях человек, и политический деятель принимает решения. То есть вот в прошлый год у меня, наверное, самое яркое впечатление было. ГОСА – Это показатели взаимодействия, да, вот власть и СМИ, да, власть и информационное сообщество, все новые технологии. Он, по-моему, первый внедрил, вообще чиновник, который вышел в Твиттер, но не первый, конечно, но активно это все пропагандировал. А у вас, Павел, какие яркие впечатления? ГОСА – Ну, это традиционный приезд Александра Евсеевича Хинштейна, когда… ГОСА – Вот еще один георгий. ГОСА – После лекции проходит с участниками в лагерь, где поет песни с ними под гитару. А в прошлом году участники ему приготовили чай на костре и картошку. ГОСА – И что он ел картошку с углями. ГОСА – Да, он поел с участниками. ГОСА – Ну, без углей. ГОСА – Ну, понятно, но все равно интереснее. ГОСА – Давай похвалимся еще, раз уж такая представительство сможет. ГОСА – В прошлом году, на самом деле, еще приезжал интересный спикер у нас, Тим Керби, гражданин Соединенных Штатов Америки, он рассказал про информационные войны. ГОСА – Он сейчас сотрудник «Раша Штудей» телеканала, и он на ломаном русском рассказывал про информационную войну на Донбассе, на Украине, что происходит. ГОСА – Сложно было слушать, потому что, конечно, русский язык, ну, сложно понимающий, но настолько интересный взгляд третьей стороны. ГОСА – А сегодня какие самые актуальные темы для обсуждения, для проведения даже, может, мастер-классов вы бы выделили? ГОСА – Вот в тренде нашего времени тех событий, которые происходят. ГОСА – Вот что сегодня будет самым таком, на пике, скажем, всеобщее внимание привлекать? ГОСА – По политике, я думаю, это, безусловно, она и в прошлом году была, это тема внешней политики нашей страны и всех происходящих за ее пределами событий. ГОСА – Ну и плюс ко всему выборы, опять же, учитывая, что это сейчас актуально для многих регионов нашего округа. ГОСА – Поэтому вот две, наверное, такие. ГОСА – Не куда мы, да, не денемся от внешних таких вот явлений, которые происходят у нас сегодня в жизни, а в медиа пространстве. ГОСА – Ну, сложно сказать какую-то одну конкретную тему, здесь больше вообще вся информационка сводится к тому, что уметь анализировать информацию, уметь защищать информацию. ГОСА – Потому что, конечно, атак информационных в наше время огромное количество. ГОСА – И примеров можно приводить, когда там за считанные часы происходит информационная атака, и там падают акции компании, и в течение дня падение составляет там 50 и более процентов. ГОСА – Хотя по факту ничего не произошло, просто информационная атака, и в итоге компания скупает. ГОСА – Ну, это просто маленький пример, но он очень важный. Насколько информационное сейчас общество важно. ГОСА – Да. Ну, в общем, в политике это участие в выборах, внешнеполитической деятельности. ГОСА – И еще вот я хотела бы остановиться на общественном контроле. ГОСА – Дело в том, что вообще общественное движение, да, и волонтерское в том числе, и вообще вот именно контролирующее общественное движение, особенно вот в последнее время с приходом нового нашего руководителя вот структуры МВД, ГОСА – общественная активность горожан, да, вот это все ДНД, какие-то научные, ой, ночные патрули, еще что-то там, контроли разные, возросла. ГОСА – Вот у вас это как-то отразится тоже? Есть на этом тренд какой-то сегодня происходит? ГОСА – Такое вот движение, которое к этому приводит людей. ГОСА – Что происходит? Почему активизировался общественный контроль? ГОСА – Ну, все, наверное, чуть-чуть устали жить в той ситуации, в которой мы жили, и хотят как-то немножечко, опять же, что-то поменять. ГОСА – Поэтому и молодежь активизируется, активно принимает участие в подобных акциях и мероприятиях. ГОСА – К слову, у нас по сети Дмитрий Чугунов – это руководитель и основатель проекта «Стопхам». ГОСА – А, какой интересный, да, товарищ, очень. ГОСА – Подобными вещами, да. ГОСА – Одни ролики только стоит посмотреть, чтобы понять вот весь креатив, да, который исходит. ГОСА – Да, поэтому людей, которые смогут поделиться подобным опытом, у нас будет в достатке. ГОСА – Да, ну и, конечно, вот в медиаволне, вот какие будут мастер-классы все-таки, ну вот чему можно научиться будет на этих мастер-классах? ГОСА – Ну, в первую очередь, на что вы ориентируетесь? ГОСА – Мы ориентируемся, ну, скажем так, в первый-второй раз, это, конечно, пиар. ГОСА – В современном мире нужно уметь. ГОСА – Мы будем разгадывать кейсы, мы будем играть в деловую игру по пиару, ГОСА – Мы будем много придумывать пиар всяких ходов всевозможных. ГОСА – Ну, и второе, как это некая история успеха. ГОСА – У нас каждый день приезжает так называемый топ-спикер, который рассказывает историю успеха, ГОСА – СВОЮ, как он смог выстроить карьеру, добиться высот именно в медиабизнесе. ГОСА – Как правило, это владельцы бизнеса. ГОСА – И здесь мы во второй момент обращаем внимание именно финансово составляющей медиабизнеса. ГОСА – Потому что одно дело, когда ты продвигаешь какую-то идею, ГОСА – Другое дело, когда ты просто сидишь и ждешь. ГОСА – Вот здесь вот абсолютно большая разница. ГОСА – А вообще, как лично на вас повлияло участие в форуме, в работе, в организации? ГОСА – Как это отражается на вашей жизни? ГОСА – И хочется, знаете, что еще узнать? ГОСА – Что происходит после форума? ГОСА – Вот иногда такое состоится впечатление, что приехали, посидели, походили по мастер-классу. ГОСА – То есть мы сразу начинаем готовиться к следующей эволюции. ГОСА – Да? ГОСА – Серьезно? ГОСА – Практически. ГОСА – Ни минуты покоя как. ГОСА – А лично вам что-то дало? ГОСА – Как-то вот это вас развивает или что? ГОСА – Вы находите какие-то новые, открываются окна или что? ГОСА – Безусловно, это колоссальный опыт проведения все-таки 2000 человек. ГОСА – Мы так или иначе управляем этими людьми и организуем для них площадку. ГОСА – Поэтому в первую очередь это опыт. ГОСА – Организаторский. ГОСА – Да, да, да. Здесь еще возможность повлиять с точки зрения тех экспертов, которых ты приглашаешь. ГОСА – То есть по сути дела ты формируешь повестку дня. ГОСА – То есть ты имеешь возможность, но мы как руководители смены имеем возможность… ГОСА – Какие у вас функции как у руководителей смены? ГОСА – Значит, вы ищете, и вы приглашаете экспертов, их ищете, согласовываете их участвовать. ГОСА – Вы? ГОСА – Да. ГОСА – Вот в том-то и как раз интерес заключается. ГОСА – В большей степени тех, кто к нам приезжают, они приезжают по нашей инициативе и по нашим приглашениям. ГОСА – Можешь пригласить этих, можешь пригласить этих, но они до всех достучатся. ГОСА – Ну, здесь вам тоже нужно умение определенное, да, пригласить вот этот ВИП-гостя, да, это нужно суметь еще, да, коммуникация. ГОСА – Мы здесь работаем на самом деле в очень, скажем так, плотном партнерстве и с правительством Самарской области, и с различными администрациями, конечно, полпредством в Преворском федеральном округе. ГОСА – То здесь, если есть необходимость, письма всевозможны. Ну, здесь работа огромного аппарата людей. ГОСА – Поддержка у нас со всех сторон, поэтому мы пользуемся этим максимум, чтобы привлечь интересы. ГОСА – А как сами развиваетесь вот сегодня в этом направлении? Как вы над собой работаете? Вот что вам нужно, чего вам не хватает и чем вы это компенсируете? Вы же чувствуете свои слабые места, да, при проведении вот этих работ? ГОСА – Все-таки руководитель… ГОСА – Мне тренинга по тайм-менеджменту прям явно не хватает. ГОСА – Времени, умение все это выстроить. ГОСА – Ну, для меня вообще руководство смены в прошлом году, оно случилось очень неожиданно, поэтому для меня это, в принципе, было вызовом. ГОСА – Для себя тоже, да? ГОСА – И я ответил на него, да. Ну и вроде бы все неплохо получилось. ГОСА – Ну и в этот раз какие вот самые главные цели, задачи вы ставите для себя, как руководителей смен? Вот какую планку, да, вот чего вы хотите, чтобы смена закончилась? ГОСА – Я сказала, вот это да, вот это все хорошо получилось. Вот какие у вас личные качества? ГОСА – Не знаю, для меня самым лучшим подарком будет, когда участники приедут к себе в регионы, а мы продолжаем общаться, и они продолжат работать по проектам. ГОСА – Для меня большой подарок. Мы ее периодически мониторим, ну это в районе 5-10%, которые реально реализуются. Вот я очень хочу увеличить ее хотя бы до 15-20%. И, на мой взгляд, те спикеры, которые в этом году будут представлены, максимально замотивируют участников нашей смены вот реализовать все-таки проект и дойти, не откладывать в долгий ящик. ГОСА – Да, да, одно дело представить проект, другое дело его реализовать. Согласна с вами и у вас, Павел? ГОСА – Я полностью с Денисом согласен. Основное – это, чтобы люди не потеряли тот запал, который им здесь придадут. И, приехав, не бросили тот проект, даже несмотря на то, что, может быть, они не получили этих денег или какой-то там еще поддержки, но, тем не менее, добивались поставленной цели в любом случае. ГОСА – Ну вот в прошлом году кто у вас стал победителем вашей смены? Вы продолжаете контактироваться? Наш местный, Самарский? Или нет? Или увез куда-то награду? ГОСА – Мы всегда общаемся с победителями, в первую очередь и со всеми остальными. ГОСА – Егор Круглов, студент Медицинского университета. Там целая программа была разработана по переводу информации в медицинских учреждениях с бумажного носителя в электроны. Вроде бы все очень просто, но, оказывается, медицинские учреждения до сих пор живут по ГОСТу 1972 года. Ну, там много подробностей. ГОСА – Да-да-да, Павел, а на какого молодого политика нам делать ставку в будущем из вашей секции смены? ГОСА – У нас в прошлом году победила девушка из Саратова, которая привезла проект по развитию молодежных правительств на территории. ГОСА – И, к слову, Николай Иванович Меркушкин отметил его и сказал, что у нас тоже надо обязательно подобное реализовать. ГОСА – Ну, теперь будем ждать самарских победителей. ГОСА – Да, будем. ГОСА – Спасибо большое за то, что пришли, поделились такой, вот не зря говорилось. Желаю, чтобы ваши участники ваших смен стали победителем. И всего самого хорошего интереса, развлечений и знаний. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова